Добрый вечер в эфире Одесса моей мечты. Сегодня я, Ольга Гвоздецкая, и мой коллега Олег Михайлович хотим поговорить о ремонтах в Одессе. И мы презентуем сегодня вам антикоррупционную карту ремонтов. О том, что это, мы посмотрим чуть-чуть позже. Поговорить об этом сегодня к нам пришли Аркадий Топов, представитель проекта «Карта ремонта в Одессе». На нахвите общественный деятель Юрий Белянский, адвокат Вадим Терещук, депутат Одесского горсовета. Здравствуйте. Спасибо, что пришли. Также у нас, как обычно, проводится интерактив. Мы спрашиваем вас о следующем. Знаете ли вы, сколько денег город выделил на ваш дом? Речь идет о горбюджете. Два варианта простых ответа. Да или нет. Присоединяйтесь к нашему эфиру посредством голосования и посредством телефонных звонков. Мы ждем вашего мнения о том, проводится ли ремонт в вашем доме за средства городского бюджета, насколько эти ремонты качественные и проводите ли вы контроль этих ремонтов. Хочу напомнить, что позвонить к нам в прямой эфир можно уже прямо сейчас по телефону 726-33-26. Мы ждем ваших звонков. Начать мы хотели бы, правда, с двух других новостей. Это горячие новости сегодняшнего дня. Касаются они, к сожалению, снова застройки склонов. Речь идет о территории над Чкаловским пляжем. Сегодня Киевский административный суд вынес решение по иску некой организации «Европейский закон и порядок». Общественники хотели аннулировать решение ГАСКО о строительстве курортного комплекса «Сапарт-отелем» по адресу французский бульвар 85. Это как раз над Чкаловским пляжем. Суд общественникам отказал, поэтому на берегу моря могут появиться 140 домов и отель. И еще одна новость сегодня, которая стала известна буквально в 17 часов. Верховный суд отменил решение, как говорят исцы карманного суда Приморского в городе Одессе и вернул на первоначальную инстанцию на очередное рассмотрение иск о том, что принятый в Одессе зонинг, который узаканивает фактически большинство одесских незаконных или полузаконных строек, в том числе на зеленых зонах, рассматривать по-новому. Ну и, собственно, по поводу Чкаловского пляжа, Вадим, к вам вопрос. Чего ждать? Что за общественная организация, которая подает в Киевский административный суд и почему-то в результате проигрывает? Она борется за права одесситов, правильно? Ну, это, вы знаете, имеет место так называемые юридические стратегии, либо стратегемы, в которых изначально избирается тот истец, который изначально выкладывает в своем исковом заявлении аргументы, которые в последующем кто-то может использовать, и суд, ну, но он не защищает эти аргументы. Суд впоследствии выносит решение, которое уже носит так называемый преюридициональный характер, то есть оно уже является фактом, которое не требует доказывания о том, что вот по тем доводам, которые указал истец изначально в своем исковом заявлении, что все-таки там стройка не незаконная, стройка является законной и уже в последующем. А, с одной стороны, вы не можете обжаловать это решение, потому что не являетесь стороной по делу. И кроме того, что самое главное, нельзя обратиться по тем же причинам, то есть тем самым уже нельзя обосновывать свое исковое заявление. Почему? Потому что есть решение суда, вступившее в законную силу, которое говорит о том, что здесь все законно. Очень часто мы видим, что такие решения, они идут и дальше, то есть пытаются получить максимальное решение первой, второй инстанции, третьей инстанции. Чтобы фактически узаконить? Да, чтобы фактически узаконить, чтобы сделать невозможным или существенно затруднить борьбу. Да, то есть тогда уже остаются вот только исключительно в уголовно-правовом поле уже бороться с таким застройщиком, что вы сами знаете, тоже сейчас очень непросто. Спасибо. Мы не будем комментировать вторую новость по отмене зонинга. Я надеюсь, что Михаил Кузаконь, который является вместе со мной и сами по этому делу, приедет из Киева в Одессу, и мы про это еще поговорим. А теперь мы все-таки перейдем к нашей теме. Да, к теме заявленная антикоррупционная карта ремонта в Одессе. Я попрошу режиссера вывести на экран саму карту, и связываем мы это с конкретным адресом на Королево 74А. Почему этот адрес? Ну, очень просто. Там живут мои родители. А потом мы поговорим о более сложных точках на карте города. Вы видите сейчас эту карту. В Одессе более тысячи домов маркированы. Что это значит? Это значит, что на самом деле можно найти свой дом и увидеть, сколько денег горсовет, горбюджет выделил на ремонт этого здания. Предлагаю, если можно комментировать, уже начинать подключаться к беседе Аркадию Топову, который является представителем данного проекта в Одессе и, наверное, знает больше всех нас вместе взятых. Да, конечно, могу рассказать об этом проекте поподробнее. Что для начала? То есть этот проект создан для людей. Создана Киевская организация антикоррупционной штаба. Здесь у нас на месте поддерживается антикоррупционным офисом. Создан для людей, чтобы они облегчить им возможность контролировать деньги, которые направляются на ремонт их домов, их придомовых территорий, возможно, каких-то дорог, чтобы они имели возможность это все проконтролировать и узнать, сколько на самом деле тратится из бюджета на их имущество. Какие возможности есть? Есть возможность легкого поиска по названиям тендера, по адресам, по областям, по сумме тендеров. Сейчас после последнего апгрейда этой карты есть возможность подписаться на новые тендеры, которых еще нет. Ну, в определенном, допустим, районе, радиусу, вы сами там определяете точку и радиус. При появлении новых тендеров в этих районах вам будет присылаться сообщение о том, что появился новый тендер, чтобы вы постоянно не лазили на карту и не искали. Аркадий, откуда берется эта информация? Давайте объясним нашим зрителям, чтобы они не думали, что тут прям какие-то чудеса чудес. Ну, это не чудес, и это не придумая информация. Все берется с официального портала Прозора, на котором проходят все самые большие тендеры. То есть при заключении контракта, когда тендер окончен, или тендерная процедура, потому что не всегда проводятся конкурентные тендеры и торги, бывает просто заключается договор, но в системе Прозора это также отображается. Для услуг и работы, если не ошибаюсь, ниже полтора миллиона гривен, а для товаров ниже 500 тысяч гривен. Выше все появится тендером. И оттуда автоматически есть, скажем так, алгоритм, который закачивает это на карту и расставляет, исходя из того, как чиновники прописали адреса, расставляет их на карте. Тут сразу оговорюсь, что да, некоторые люди замечают, что возможны ошибки, или не все даже тендеры, может быть, некоторые из ошибок не проставлены. Дело в том, что чиновники не всегда качественно прописывают, иногда на русско-украинском суржике, иногда не совсем корректно отображают адрес, поэтому могут быть ошибки. И сейчас тоже добавлена возможность, чтобы человек, если заметил ошибку, он может сам же ее исправить, переставить на нужное место, если он знает, где точно адрес. Ну, вы знаете, у нас чиновники не ошибаются. Вот такие ошибки, они очень часто делаются знательно. Например, вы не найдете ни в этом списке, ни одного тендера, вы знаете, мы миллионы тратим на закупки лифтов. Но все лифты разбиты по одному. С одной простой причиной. Чтобы не закупать это через Прозора. Чтобы не допустить того, чтобы была конкурентная борьба за лифты. И в конечном итоге, вы знаете, конкуренция, она порождает. Выше качество, ниже цена, больше денег в бюджете, больше лифтов можно сделать. Но в этом случае, надо, хочу еще сказать, что в следующем году мы увидим гораздо больше информации. Почему? Потому что изменения законодательств, которые вступают, по-моему, с января следующего года, уже обязывают. Все тендеры с 50 опускают вот этот порог с 200 до 50 тысяч. Вы имеете в виду, до пороговой закупки будут невозможны. Уже, ну, я не знаю, на что придется уже там на двери разбивать, то есть лифты там на запчасти. На детали от дверей. Да, на детали от дверей. Вы знаете, чиновник — это такая порода. Вот они будут искать всегда, всегда будут искать... Способ написать. Да, да, написать и сделать так. Говоря о лифтах, кстати, вот по этому адресу Королева 74А как раз информация о замене лифтов. Их два числятся в одном тендере, но сумма, правда, чуть больше 200 тысяч гривен. А вот есть, Олег знает адреса, на которых уже и там работы бы должны быть выполнены до декабря. А Олег знает об адресах, где работы уже выполнены. Ну, в действительности, у нас там целый список мы подобрали там. И где-то эти работы выполнены, где-то нет. А иногда они поражают просто воображение. Как вот, например, на... Сейчас вот на улице Бабеля 13 сделан был ремонт катакомб якобы во дворе за такую себе немалую сумму в полтора миллиона гривен. Естественно, что никто проконтролировать эти деньги не может. Специалистов по катакомбам их и так мало. Наверное, метро там планируют пустить. Для этого она готовит катакомбы, да. Я предлагаю Нане несколько слов сказать, потому что она занимается в том числе вот этой программой информационной, расклеивает данные на домах. И я, насколько я знаю, заметила уже несколько удивительных вещей. Да, заметила. Я тоже участвую в этой программе. И я нашла этот сайт благодаря вас. Посмотрела, нашла очень много удивительных вещей. Потому что, допустим, Донецкая-2, там живут мои близкие знакомые. Я там часто бываю в гостях. Я спрашивала еще в прошлом году, в начале 18-го, я говорю, что это за территория огорожена. Вот постоянно огорожена, ничего там не случилось. Уже достаточно давно. Давно уже. Это в прошлом году, в начале прошлого года. Они говорят, они вроде бы должны были делать реконструкцию здания для размещения центра предоставления административных услуг для граждан. Который сейчас находится на Косовске. И там выделено было 6 миллионов гривен. То есть на ремонт или на строительство? На реконструкцию. Да, там вообще нету никакой здания. Там один мусор валяется, извините. И все возмущаются, но говорят, куда писать? Мы куда только не писали, но никто нас не слышит. А само вот Дальницкая 2, внутри вообще двор в катастрофическом состоянии. У нас есть видео. Нана, давайте мы, чтобы зрителям было понятнее, о чем мы говорим. Наши журналисты провели вопрос. Куда списали 6 миллионов гривен? Наши журналисты побывали по двум адресам. Один из них как раз Дальницкая 2. И засняли, собственно, и это полуразрушенное здание. И высказали свое мнение о том, как они страдают по поводу такого соседства. Второй адрес это Тенистая 10. Там все попроще, но это обычный жилой дом, что тоже важно для нас. Прошу. Что здесь вообще происходит, мы вообще ничего не знаем. Ну кто нам будет говорить? Никаких объявлений нет, ничего. Так что без понятия. Ну вы знаете, у нас во дворе вывесили где-то месяца два назад объявление, что вообще в городском плане сносе вот этого всех кварталов. Планировали построить как государство, что-то как паспорта будут делать. Вот такое это. Что-то паспортов не видно, что-то они будут делать. Это же кошмар. Вы зайдите туда, подъезд, посмотрите, что они там понаделывали в подъезде. Вот смотрите, видите, квартира. Вот оно все потрескало. Все потрескало, идет туда. Вот оно садится туда. Честно, я не знаю, что здесь мы строим. Я знаю, что постоянно выделяются на эти деньги. Ну, конечно, уходят. Уходят просто никуда, их разворовывают. Да, я слышал. И даже я был инициатор, когда спросил их, что здесь была социальная столовая, которую они разрушили год назад. И должен быть городской большой центр интегральных услуг. Это глупый вопрос. Конечно, нет. Понимаю, что за главной задачей нашего чиновника эти деньги получить, потом, как я называю, обналичить, и на этом все заканчивать. Нет, можно что-нибудь покрасить или побелить. Но деньги до дома не дойдут. Деньги выделяются большие, и ничего не делается. Никаких ремонтов ни в подъездах, нигде, ни в этом месте, ни в другом. Ничего не ремонтировалось. Если мы делали ремонт, то за свой счет. Вот за все годы, что я здесь живу, а живу я здесь с 77-го года. Посчитайте. Ни разу не был сделан ремонт, ни в парадной, ничего. Если выделяют средства, это хорошо, потому что есть куда. Есть куда. Подвалы текут, там очень часто запахи, вызывают сантехнику, деньги собирают жильцы и оплачивают. Крысы бегают. У нас первый этаж тоже был случай, залетела крыса. Если по адресу Дальницкая 2 6 миллионов гривен выделили, то по адресу, вы видели, там не так катастрофично все, тенистое 10, 2 миллиона 800 тысяч гривен. У меня возникает вопрос. Результат одинаковый, по-моему. Результат одинаковый. Более того, эти деньги были не просто выделены, они были уже израсходованы и освоены. И кто-то за это все подписал акты выполненных работ. Вот. И поэтому вопрос как раз, собственно, и к Юрию. Акты выполненных работ. Вот они кому предоставляются, кем подписываются, можно ли их потом получить? Вот сейчас, по Дальницкой 2, можно эти документы увидеть? Смотрите, Горсовет своим титульным списком утверждает перечень домов или перечень объектов, которые в дальнейшем подлежат капитальному строительству. Эта информация потом передается в Департамент городского хозяйства и Управление капитального строительства, а также в Администрации. Вот эти организации, они потом имеют право заключать, они как заказчики выступают с подрядчиками на проведение этих работ через систему Прозора. Так как мы уже говорили, с полтора миллиона, которые, то есть минимум, да, вот эти же организации, они контролируют, должны контролировать расходование данных средств, они же подписывают акт приема передачи и в последующем они с ними рассчитываются. Поэтому это только эти организации имеют право на проведение подобного рода работы. Жители дома на Денисты могут затребовать? Что вообще делать в данном случае жителям? Потому что колоссальные деньги уходят, а непонятно на что. Ну, в связи с тем, что немного облегчили процедуру получения информации неофициальной, да, через эту карту, то человек может посмотреть реально, сколько было потрачено на их дом. они могут обратиться в эти организации, которые я указывал, для того, чтобы с вопросом о предоставлении информации полной, то есть был ли их объект включен в перечень, подлежащий капитальному строительству, какое количество средств было из-за отхода. Вот, и какой подрядчик был... Эту информацию обязаны предоставить, Юрий? Обязательно. Это государственные службы, они по закону о предоставлении публичной информации, они обязаны это предоставить. И не только жителю данного дома, а абсолютно любому гражданину. То есть любому гражданину, который обратится непосредственно к ним с таким запросом. Да, 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 обязательно. Потому что если организации, как у нас правило, делают отписки, если быть более настойчивым и начать жаловаться далее, то этого человека, который должностное лицо, его можно вплоть до увольнения с работы. Потому что это прямое нарушение закона. Хорошо. Есть ли такая ситуация, что деньги выделены, деньги огромные, но люди знают наверняка, что за эти деньги либо ничего не сделано, либо сделано очень мало из того списка работ. Аркадий, что делать дальше? Смотрите, я хотел добавить, что на самой карте там есть такая кнопочка возможность на каждом тендере оставить скарху, то есть жалобу. И киевские юристы, они помогут, ну, для начала запросить акт выполнения работ, потому что не все люди знают, как это написать. На самом деле это очень просто. Ничего сложного. То есть эта возможность есть на самом сайте? Можно оставить, да. Жалобу и по контактам с человеком свяжутся и помогут хотя бы для начала запросить информацию, чтобы получить какие-то данные актов выполнения работ, что конкретно, на какие суммы должно было сделано. Более того, ну, закончите, я потом скажу. И второе, что если наблюдается с актами очень большая разница, то, опять же, юристы в Киеве могут помочь написать жалобу. Это первый такой момент, который тоже всем доступен. Есть такие случаи, я про другие города скажу, что были случаи, когда просто жалобу в саму компанию подрядчик, чтобы, может быть, не распространять скандалы, они иногда сами, если незначительные недоделки, они доделывали. Если это более серьезные какие-то проблемы, то жалуются в заказчик, то есть в городской орган. Ну, если уже городской орган не поможет, то это уже, скорее всего, есть какая-то взаимная заинтересованность была изначально, и какие-то, возможно, коррупционные риски там присутствуют. У вас есть информация по количеству жалоб, которые от одесситов поступают, или нет? Смотрите, я скажу так, что с начала года приблизительно нам поступило сообщений около 70 сообщений. Но это не только жалобы, это и уточняющие вопросы, и, собственно, жалобы по тому, что где-то недоделанно или некачественно. Были такие варианты, что они вроде делают, допустим, они отчитываются за сделанный ремонт. А ремонт не закончен. А ремонт даже акту выполненных работ сделан не до конца. То есть формально, вроде бы, прикопаться не... город так заказал. А на самом деле, ну, они отчитываются за сделанный ремонт, а он сделан неправильно, не до конца. И, ну, то есть город выкидывает деньги на не до конца сделанные ремонты. Есть, конечно, жалобы и на, может быть, некачественное или ненужное сделанное. Например, лифтах. Вместо ремонта самого лифта лифт старый. Они сделали там... То есть не работала связь, они сделали связь. А лифт как старый остался в ужасном состоянии, грохочущий, так и остался. Снова у окна. Есть тоже такое. Снова у окна. Такие же вот, когда ставят окна, там, не делают откос. Заказали сделать окно. Но вот здесь не было предусмотрено. Тут вопрос. Либо же это специально так сделали, либо и кто-то, кто составлял смету, решил занизить таким образом стоимость окна, не включая дополнительные работы. У Юрия была еще реплика. Я хотел бы сказать о том, что жалобы можно писать не только отправлять по почте, либо непосредственно органы заносить, но в электронном режиме тоже. То есть данной организации можно направить на официальный сайт грамотно составленное заявление, либо жалобу, и изложить полностью позицию. И результат будет такой же самый, как и для официального реагирования. Такой же самый будет. Вадим, вот очень интересный вопрос. Мы с Олегом задавались сегодня до эфира. Кто выбирает, каким домам выделять средства? Что за механизм? И те работы, которые делают. Потому что я так понимаю, что местные жители говорят, что порой делают то, о чем вообще никто не просит. Вы знаете, вот это действительно, это загадочный механизм. Когда мы откроем карту, много факторов на это влияет. Есть депутаты, близкие к городской власти. И вы увидите, что в одних районах вот дома, знаете, на одни округа выделяются деньги. На округа, на которых находятся, либо нет вообще депутата, у нас такие есть, либо находится оппозиционный депутат, туда выделяют, стараются меньше денег выделять. Кроме того, есть работы, на которых, скажем так, в которых можно сделать так, что все-таки денег останется участником этого процесса больше. Поэтому мы видим, что очень часто у нас вот те работы, которые заказывают, это те работы, в которых трудно очень проконтролировать стоимость проведения этих работ. То есть это то ли-либо там асфальт, который там сложно просчитать, эту толщину покрова. То есть есть еще работы, опять же, очень любят у нас ремонтные работы. Их делают у нас каждый год. И никогда не делают капитальные работы, постоянно делают текущие. Тоже очень трудно проконтролировать. То есть в основном стараются делать те работы, которые трудно контролировать. Вадим, смотрите, вот в нашем сюжете есть адрес, возвращаемся опять к нему, про который рассказывала Нана. Шесть миллионов выделены на реконструкцию, но здания не существуют. Как такое может быть? Ну я думаю, что здесь это замечательный случай для правоохранительных органов разобраться. Если деньги потрачены, подписаны акты выполненных работ, это как раз правоохранители обязаны зарегистрировать ИРДР по этому факту, провести расследование, выявить, на что были потрачены, куда делись деньги по-другому. Правоохранители должны реагировать или жители должны обратиться к правоохранителям, потому что это просто заброшенное здание. Жители. Нет, здания как-то такое уже нет. Там есть здание, или оно уже снесено? Там нету никакой здания. То есть даже здания нет. Там же было видно, там ничего нет. Там только арка дворовая осталась, и все. Там больше ничего нет. Кто должен обращаться? Соседи? Люди, которые живут вокруг? Соседи. Они может быть, может быть, один человек. Они могут объединиться. Группы. Вопрос возникает, зачем им это надо? Ну, во-первых, если они обратятся туда, то, возможно, этот строительный объект, может быть, кому-то передадут. Да я вам ответил. Для того, чтобы построился там другой объект. То есть деньги, раз деньги были выделены, там что-то должно быть построено. Ну, есть что построено. Возврат денег, нет, там же нет. Возврат денег... Есть что должно быть, и об этом даже знают некоторые жители. Это центр административных услуг. И именно на его реконструкцию было выделено 6 миллионов. Он не должен был там построить, должен быть там построенным. Ну, как минимум, он должен там находиться. Деньги обратно забрать, это признать о том, что они были украдены. Опять же, их жена где-то взяли. Это двойная история с центром административных услуг, который находится на Косовской, по которому суды по зданию, в общем-то... И в это же время списываются еще в других районах. То есть это двойная порука. Да, но я вот хотел, вы задали вопрос, который я хотел прокомментировать. Зачем же надо знать? Вы знаете, вот здесь очень такой глубокий вопрос, который, мне кажется, нам надо в корне поменять свою ментальность. Мы все знаем, сколько у нас денег в кошельке. Мы все знаем, сколько мы отдали своему ребенку. Либо помогли там своим престарелым родственникам. И очень часто знаем, на что они тратят. Но почему мы относимся по-другому к тем нашим деньгам, которые находятся в городском бюджете? Это наши с вами налоги, которые мы платим. Это те деньги, которые израсходуются из городского бюджета, то есть бюджета. Эти все депутатские фонды, общественные фонды, это городские фонды. Деньги города, деньги его жителей. Это наши с вами деньги. И точно так же, вот это тот инструмент, который позволяет вот знать, на что деньги расходуются в нашем общем с вами кошельке. И, может быть, сделать так, чтобы они расходовались эффективнее. И когда вы будете знать, каким, где у вас, за сколько у вас построили в соседнем доме, почему соседний дом ремонтируется, а не вас. Чем больше таких вопросов вы будете задавать, обращайтесь к депутатам, обращайтесь к городской власти. Я не знаю, вот если стоит забор, и на нем нет информационной вывески, пишите запрос в ГАСК. Это уже подозрительно. Да, то есть ГАСК и у нас есть органы архитектуры, дают разрешение на установку забора. Сейчас у нас, как бы то ни хотел, мы становимся более прозрачными. Больше механизмов. И вот этот вот очень действенный механизм, который, я надеюсь, получит здесь не только карта интерактивная, которую можно посмотреть, но она поддерживается, и юристы готовы оказать помощь. То есть можно, иногда, знаете, человек говорит, я не знаю, как написать. Можно своим языком написать суть проблемы, свяжутся, объяснят, помогут составить. Это замечательный, не просто ресурс, которым никто может не пользоваться, но здесь есть у него и продолжение, и поддержка со стороны самого ресурса. Аркадий, вот такой еще вопрос. Мы говорим о тендерной информации, которая поступает автоматически из Прозора на карту. Если были какие-то изменения, деньги были отозваны и не освоены, ремонт не был проведен, это как-то отражается на карте? Может, был тендер аннулирован, карта собирает только исполненные, существующие... Карта собирает заключенные договора, то есть, и там указывается срок выполнения. Ну, допустим, полгода назад заключен тендер, на то, что до конца года ремонт будет сделан. Значит, если он не был разорван и нет никакой другой информации, он там будет. То есть, бывает такое, что до конца года тендер висит, и вроде на объекте ничего не делается, потом в конце года горсовет говорит, что не было денег. Ну, как это на самом деле не было денег или вдруг там какие-то поменялись интересы, мы не знаем. Такое тоже может быть. Но если есть там много тендеров, когда уже срок окончен, значит, там точно должны были что-то сделаны. Ну, сам объект должен был быть сделан. Тут я еще хотел бы сказать, что почему, зачем людям это надо. Каждый человек должен понимать, что часто люди не задумываются, что если вот деньги выброшены на ветер, 6 миллионов, или там место 3 миллионов сделали за 4, ведь это значит, что за эти же деньги могло сделаться намного больше. Эти 6 миллионов можно было купить один троллейбус, отремонтировать детский садик, достроить школу там долгострою в городе, и так далее, и так далее. Починить тротуар, когда у нас все ругаются, что у нас такие там тротуары жуткие. Почему нет? 6 миллионов хватило бы очень на много. Но люди часто не задумываются о том, что можно было бы сделать. И где-то вот эта политика наша гата с краю ведет к тому, что в таком состоянии наш город. Так вот, пора откататься от нее. И мне, возможно, даже правильнее говорить не о бюджетных деньгах, о деньгах налогоплательщиков, как это принято в Европе или США. То есть наших с вами деньгах. Мы все так или иначе налогоплательщики. Даже если кто-то ухыляется от налогов, он платит НДС, он платит АКЦИС, который в том числе идет тоже в городской бюджет. А большинство людей платят налог на доходы, физосип или единый налог. А это основной джирол формирования нашего бюджета. Вы знаете, вдвойне обидно, что все, кто живет в домах, особенно в таких в центре города либо не в новостроях, очень часто собирают деньги. Собирают деньги на покраску парадных, собирают на ремонт дворового покрытия, собирают очень часто на крыши. А оказывается, эти деньги все списываются. И если они списываются на ваш дом, то необходимо просто их контролировать, научиться. А есть еще один момент ОСМД. Ведь ОСМД это и есть тот институт, который собирает деньги. Но тем не менее, очень много домов ОСМД, ремонты в которых проводятся за бюджетные деньги. Налогоплательщиков. То есть, в принципе, это значит, что город скинулся и починили какому-то частному лицу дом. Справедливо ли это? Это спорный вопрос. Я считаю, что это должен вообще в принципе такие вопросы как-то решать со всем городом. Имеет ли право горсовет выделять деньги на... Вот если выделили на частный дом, тут однозначно, я думаю, все были бы против. А если на многоквартирный, ну, который тоже, в общем-то, является... По старой памяти, это же такие же, как и мы люди, правда? С другой стороны, это неприбыльная организация, которая является физлицом. Даже не физлицом, юрлицом зарегистрирован. Давайте у Юрия попросим разъяснение по этому поводу. Я хотел бы указать на то, что у нас очень многие дома, которые переходят в такое... в практику управления ОСМД, они находятся в очень плохом состоянии. Именно поэтому некоторые не могут перейти, потому что понимают, что они не смогут содержать... Да, совершенно верно. И если этот дом все-таки взялись на содержание местные жители, то нужно понимать, что им очень тяжело вытягивать некоторые ремонты. Если дому, к примеру, там более 20 лет, то там все нужно менять. И сами жители его потянуть не могут. Поэтому я считаю, что это абсолютно нормально, когда местные власти помогают ОСМД справиться с некоторыми проблемами, которые... Возникает вопрос снова, каким ОСМД? Почему именно этим, а не другим? Ну, знаете, раньше у нас была норма, которая обязывала местные власти... Перед передачей провести капитальный ремонт. Ну, и это было бы правильно, наверное. Совершенно верно. И я вам скажу, что несмотря на то, что этот процесс очень тяжелый, вот, и мы вот, мы создали там десятки ОСМД, в том числе там на моем округе помогали создавать, но вам однозначно, что люди, создав ОСМД, когда они только начинают, не знаю, собрались люди, поставили дверь, они нашел, кто, нашелся кто-то, кто собрал деньги, другой, кто организовал этого плотника. Дальше все понимают, что установить счетчик и систему по отоплению дает экономию там до 50% по оплате на тепло. То есть, а сэкономленные деньги это деньги заработанные. Что и все-таки, вот я призываю все-таки идти вот в ОСМД, потому что ни один ЖЭК вот на сегодняшний день, вот сколько нареканий на работу ЖЭКов мы постоянно получаем. Это контролировать свои деньги лучше самим. И лучше это смогут сделать. Да, мы знаем, есть и с ОСМД не всегда приятные ситуации, когда кто-то захватил власть, не хочет передавать, потом этого сложно как-то. Несколько групп людей, которые борются за это, бывают сложности, но все же, на мой взгляд, вот и опыт показывает, что ОСМД наиболее эффективная сейчас форма для, но не для каждого дома. Здесь я согласен с вами, что иногда надо подходить к индивидуально. Вот как раз про это я хочу спросить, Нана. Я так понимаю, что вы живете на Молдаванке, известном довольно старом районе города. Много вы повстречали таких людей, когда развешивали эти объявления, и люди были удивлены тем огромным суммам? Много ли таких? Очень много. То есть фактически деньги... Я так долго буду перечислять, я скажу там пару, степовая 10, там было тоже полтора миллиона за капитальный ремонт жилого дома. Там вообще трещины, там ямы во дворе, там невозможно, говорят, после дождя ходить. Все рушится. Там есть еще Разумовская 23. Очень много, очень много домов, каждый второй в таком состоянии. Они возмущаются, они не знают, что делать, куда писать, их никто не слышит. И чаще всего это все-таки не ОСМД, потому что, насколько я знаю, в старом городе, в старых домах очень сложно содержать свои 100-летние, 150-летние дома, потому что проблем накапливается огромное количество. И они очень маленькие по количеству квартир. И все тоже понимают, что в старых домах очень часто живет пенсионеры, у которых низкая пенсия. Одно дело собрать на какую-то детскую площадку в новопостроенном доме, в который пришли люди, которые могут себе позволить купить новую квартиру. А если вот человека едва ли хватает на коммунальные платежи, как быть в этой ситуации? Очень много таких. Ну если мы покатаемся по карте, Аркадий не даст соврать, то в центре города как раз вот этих точек, где выделяются деньги, минимально, да, и больше в спальных районах, Черемушки в частности, Таирова. От чего это зависит? По вашему мнению? То есть, смотрите, мне сложно сказать, но в принципе я согласен, как здесь уже говорили, потому что это в принципе часто здесь играют какие-то политические интересы, депутаты лоббируют свои округа от власти, получают бонусы политические, причем часто, не скрываясь, на ремонтах за бюджетные деньги они наклеивают своё изображение или своё имя. Что тоже противозаконно. Конечно, противозаконно. Это фактически, то есть это реклама, мало того, или даже подкуп избирателя за бюджетные деньги, скажем так. Поэтому здесь, конечно, здесь какие-то узкие политические интересы, которые, в общем, не играют такой объективной какой-то роли важной. здесь ещё, я бы сказал бы, проблема в том, что, мне кажется, в спальных районах можно потратить меньше денег и заработать больше политических интересов. Потому что больше жителей сосредоточены в этом районе. Хотя это более такая важная проблема для сохранения исторического центра, все мы знаем, что это очень большая проблема, но там нужны реально миллионы и миллионы для хорошего ремонта дома. Не так, как это часто бывает, фасад, да. Хотя мы часто видим на примерах, последних примеров, что даже те ремонты в историческом центре, которые делаются, они делаются крайне некачественно. Аркадий, у нас не так много времени осталось, к сожалению. Интересная очень тема. Хочу сказать нашим жителям и одесситам, что вы обязательно обращались к карте ремонтов. Для этого надо просто вбить в гугле карта ремонтов, либо подошли на Большую Арнудскую 18 и вам там помогут найти свой дом, если на него выделили деньги. Самая последняя информация. Мы начали с горячих новостей и закончим. Решалевскому лице горсовет выделил более 30 миллионов гривен на ремонт. Новость очень хорошая, но по карте я проверила накануне эфира, учебному задению выделялось достаточно много денег на ремонты. Тоже вызывает определенные вопросы. Итак, подытоживаем... Подводим наш опрос интерактивный. Знаете ли вы, сколько денег город выделил на ваш дом? Лишь 19% наших зрителей знают. Большинство... И более 80% как мы понимаем не имеют об этом никакого понимания. Ну, соответственно, наш эфир был не бесполезным, это точно. Поговорить сегодня на тему ремонтов домов в Одессе пришли Аркадий Топов, представитель проекта карты ремонта в Одессе, на нахвите общественный деятель Юрий Белянский, адвокат, Вадим Терещук, депутат Одесского горсовета. Спасибо вам, что уделили нам время. И призываем всех контролировать свои деньги. Эфир седьмого продолжается, не переключайтесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова